так ну что за звуки у тебя были бежал марафон быстро и 100 метров самые так вот знаешь что во-первых мне с космоса подка не хочу не хочу слышите в космоса подсказали это ты был говорят что тренер и ты говоришь мне что тренер может играть это первый вопрос во второй вот самый важный вопрос который хотел вообще тебе задать это но ты исчез пошел уже скажем так отдыхать 5-10 минут за счет чего гвардиан у нас сбавил вообще в игре почему это так вот повлияло и может быть это кибербуллинг который тогда на него свалился или что вам почему игрочки игрочки говорю я игроки которые хорошо играли хорошо себя демонстрировали резко пошли на спад вот тот же forest возьмем условно да вот forest ему там 30 сколько это исключение то есть ты думаешь порт исключение готовы а другие уже потеряли мотивацию когда ты там 20 лет играешь да и много что выигрывал и нет какого-то реально развития нет в кс гоу если бы там пару лет назад появился тот же интернешнл все ребята которые уже выиграли мажор они бы смогли найти мотивацию для того чтобы завоевать самый главный там чемпионат своей карьере вот это мое мнение у нас стартует пистолетный раунд синерс в защите ну и стемпе в атаке у это что за бульон и повесил здесь шок при выходе через монстр минус 4 по пулечке дал дал ушел и сэмпи здесь отвалились до том кейс заменяет у нас пятого игрока коллектива синерс будет врываться вот тренер тренер говорит я все сделаю ребят не переживайте мне кажется том кейс просто зашел знаешь побывал просто побыть на карте сделать какие-нибудь своими глазами мувики пацану потом пацанам это скинуть и плюс ну как наверное глава данной команды потому что каждый тренер он какой-то авторитет имеет над командой плюс с ним намного будет легче он любые ошибки он будет мне кажется на себя брать то есть там не пошла стрельба там не пошел кол то есть том кейс сразу такой не пацаны все спокойно я виноват если что потому что я там не поигрываю первый пистолетный пока что взяли благодаря на шоку который у нас расстрелялся на монстре мы гвардин сейчас зиглом да и парни кстати купили тут пару да ничего не не купили один гвардин только себе десерт игл взял и вот кстати интересно почему может быть надо было как-то с глаком отыграть в следующем раунде как-то попробовать авик себе накопить но тут получается что гвардин начинает с опен фрага форси уже подловили листик пока что только два кила дает том кейс пошла перестрелка кстати мышкой водит хорошо мне даже какой-то момент стало интересно зайти на фейс и приглянуть его действительно существующий аккаунт и сколько на нем было показать действительно неплохо двоих уничтожил и ты говорил зачем гвардин взял дигл лишь того чтобы дать два фрага в чем очень быстрых таких уверенных и вроде как шансы были небольшие у из сампи пришел тот самый тренер наказал двоих большинство осталось за синерс так вот что касается гвардина я прям точную историю это не помню но по-моему в какой-то момент что-то он там женился жена вроде как начала подушивать я думаю что классическая история так мы и потеряли пацана ну стал короче отталкиваться от другого мнения а мне знаешь что кажется появился просто симпл который немного на него делал давление потому что играли в одной команде симпл каждый раз высказывает любому не на неважно авторитетный ты игрок или не авторитетный он по-любому тебя будет принижать ты плюс я глянул сейчас по том кейсу элла кстати три тысячи триста двадцать восемь чё думаешь вообще по этому поводу я я знаешь привык к тому моменту что тренера не играют данную у нас игру они просто такие вот аналитики они хорошие теоретики и большинстве команд я видел там шестые пятые лавала но так значит с друзьями пошли покатали а тут три тысячи триста двадцать восемь то есть образно возьмем это какой-то игрок может быть даже там полупро может быть даже профс именно своей стране и он теперь тренирует и как он себя про я мое мнение мое мнение это бонус вообще для команды синерс то что у них играющий тренеров пока у нас развивается перестрелка под точкой б 4 игрока уже отдыхают и ждут следующий раунд но тем временем гвардиан вот так вот в стиле фпл так скажем стол залетел на точку а это вот мой любимый стиль пока твои там шумят под беты на плюс вы бежишь через длину ребята просто не готовы к таким таймингом но здесь тот самый тренер врывается и очередной фрак с mp9 демонстрирует на наших глазах закрывается в 90 слышит то что пошло движение через клумбу хавана one не проверяет дефолтную позицию и последних двоих также забирает тонкий 30 при этом забирает пока 47 ну что примеру мне кажется решил ворваться у нас топ-30 и занять любое место я смотрю на его рейтинг нашел тебе у него 073 единство я хотел глянуть его именно возраст сколько по 24 так молодой тренер получается молодой тренер в в команде напоминание напоминание для наших дорогих зрителей промокод репап на сайте 1xbet регистрируйтесь пополняйте до 120 процентов бонус на ваш первый депозит не забывайте то что на 1xbet самые крутые кэфы и самые маленькие комиссии если что в чатике есть команда восклицательный знак репап либо баннер по трансляции который можно нажать перейти и изучить так мысль потерял вот что-то ты рассказывал и про том кея или про кого-то там кейтом кейс у него 070 73 рейтинг и 24 года я сказал что он молодой уже опытном составе чудо когда молодой среди есть есть ребята которым прямо интересно сейчас мысль закончу нас выход через short не без проблем собирают мэттиса порвался он соло его команда выйти в размен не смогла только поздними таймингами взлетает а деджес 2 кило дает так 9 летит до бэксайд я думаю здесь песенка для него спета приходит на поддержку в порсе и выживает 40 так вот есть ребята которым интересно вообще изучать всю игру изнутри детально знаешь разбирать анализировать смотреть кучу демок я таким никогда не был поэтому мне эта история непонятно так скажем я любил просто исполняет бегаешь там от стрельбы отталкиваешься и так далее всю жизнь таким был игроком поэтому как бы я вижу с г.с. со своей колокольни больше наверное как как игрока но был у меня например в команде парень который прям мог к одну демку посмотреть чуть ли не шесть раз там от каждого игрока ему было все это интересно может быть тонкий что-то типа того понял интересно 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 вот такой же это тренер там смотрит по 6 демок по 6 демок именно том кей или нет сейчас мы разберем 4 0 6 раз ну и так я понял за каждым игроком поэтому ты и завязался игрой вот так и произошло он тебя показал на ошибки ты сказал не буду как игрок исправляться бистик у нас на ланге за камнем форси находится пока что на дуке ну что не торопится пошел у нас дефолт от сам пим просто халдят просто ждут гвардин опять же у нас проходит очень близко друг возле друга стоят я думаю догадывается что гвардин что форси что где-то рядом есть его и нами тем более форси слышит прекрасно происходящее как-то знаешь сбавили резко темп первые раунды были быстрее плюс форсы были быстрее а сейчас у нас очень медленно все это происходит флешки полетели богу подобрали гвардин пытается у нас работать первым номером даже немного так удивительно пол жизни был снайпером играл после кого-то сейчас уже навязывает свою игру может быть из-за этого именно и не пошла у него игра мне кажется решил поменять роль в команде намного легче будет ему отыгрывать и погибать первым на первом всегда ошибок меньше бистик и нашел пока что так это и также савану ван гвардин разменялся так хорошо тренер забрал наконец-таки это у него было уже 5 на 0 форси в налоге не считается и никто даже сюда не посмотрел на ровном месте рассыпает у нас полностью выход на а 50 для синерсов жестко жесткое начало сэмпи на своем пике пока не продемонстрировали чего-то интересного деньги есть но не у всех до 2000 скорее всего будут закупаться сейчас ребят то из словаки и повторов здесь идеальные тайминги для бестика второго также смог доработать начально действовал с при фаеров но и форси здесь без снайперской винтовки но также хорош смотрим какое решение от коллектива сампи мне нравится знаешь что не маду когда проигрывать да когда 50 проигрываешь помнишь у бразильцев на инферно такого не было они там когда уже летели с разгромным где-то там 90 или 10-0 они только первую паузу поставили синерсы до этого воспользовались паузы даже при счете 4 3 0 или 4 0 поставили первую паузу теперь сампи прекрасно понимает что отпускать не хочется у нас синерсов ставят опять же паузу размышляют над следующим баем это прекрасно понятно потому что в следующем бае вы должны что-то показать уже результативное ну что сейчас появляется у нас гвоздодеры да бластеры пойдут пострелять немного попробует выбить экономику форси работает уже на фонтане гвардия на ноге проносятся излюбленный его дигал ну глянем конечно тут гвардин каком это раунде было на втором когда купил единственный бластер взглянул неплохо гвардин нашел перестрелку немного не залетела форси не стесняясь слишком нагло открывается знал что на это никого нету а выход у нас на монстр шок находится на бочках сейчас оборачивается подстраховал его z к шикарно работает в парах шок разменялся и и наверное а то здесь что забрал первого на втором не хватило 60 ладно мы такого и ожидали мы про паузу с вами говорили что сами сейчас должны что-то нам красивое показать я думаю знаешь вот ты когда-то говорил надо занимать болото именно short перед перед шортом надо пробовать как-то работать там через underground мне кажется можно пофейковать как-то попробовать растянуть потому что синерсы в первом тайминге играет агрессивно то на шарика кто налоги если там эти контакты найти и подловить синерсы сразу становится у нас глубоко и начинают ёрыз по плентам они не знают как правильно укрепиться ну вот я так думаю на самом-то деле что надо как-то через шорт сам поиграть даже с тобой полностью согласен полностью с тобой согласен комбинирует здесь синерсы подсадка попытка подсадиться отстрелить трубу и а деджес действует через андер пока что синерс без снайперской винтовки и первый контакт а деджес находит перестрелку подловил тренера теперь большинстве работает команда расположились на болоте как вариант подсадка зачекать дефолт или бочки и решение от синерс видимо отдать точку а или оставить там одного игрока на чек стягивается по моему у нас бистик выход через шорт есть контакт по шоку по шоку есть информация зетка также находит килл еще одного сбривает шок и большинство тает на глазах теперь только деджес и гвардиан против четверых игроков защиты да конечно синерс и даже с тренером у нас палачи своего дела прекрасно исполняет работу мне сама понравилось что получается кто-то находился если не ошибаюсь бистик и шок именно на монстре гвардин пока что последний потом расскажу гвардин забрал назад к нашелся его подобрал бобу 13 сможет ли опытнейший в свое время игрок да и сейчас у него конечно вагон за спиной маленькая тележка там хочу именно чтобы он потащил что как-то знаешь вспомнилось ну ладно получился мной так вот чему вел бистик и зетка на монстре вдвоем уперлись именно в дымовую завесу если что заслоняли собой именно монстры выход бистик классно сыграл он спалился и дал 7 442 минуса почему-то на него сразу фул фокус не пошел и даже если под а это шок дал у нас два минуса и и да это даже за это был до z к если бы сейчас получилось у нас что одного забирали то второй не читался бы на морд а так тут 70 да вот мне нравятся такие комбинации то что они комбинируют парами что не стали делиться знаешь один смотрит short 2 только монстры сыграли вместе и это сработало размены стартовый 4 в 4 зетка в упоре за камнем контакт против мэттиса без шансов было для игрока защиты перетягивается под верхний туалет и бистик должны понимать цемпи где играет этот парень он уже давал фраги с этой позиции здесь такая убой убойнейший поинт действует гвардиан но тень было видно и бистик справился с этой задачей без каких-либо трудностей 2 в 2 так как быть бистику он в дым у нас стоит мэттис ждет увидит тень перестреливает хорошо на 12 и я на всякий случай значит глянул нашел тиви чей-то пик потому что какой-то момент я в это не поверил что пик это коллектива сампи шок остается один в один против мэти со мной кстати он левайт в андеграунд и шок это наверно даже читает какой-то момент для себя я не знаю почувствовал или кто-то подсказал мэттис уже находится на б-планете сейчас будет заниматься установкой а вот шок через монстр но это крайне тяжело предсказать что он пойдет через монстр монстр мэттис проверяет конечно шоу шорт и всякий случай смотрел именно в ту позицию откуда идет идет у нас шок мэттис на девятку идет да ладно я честно даже не понял так уверенно идет с ножом понимая что со спины где-то будет обходить шок бомба на 9 что по гранатам но есть смог есть флешка надо найти только последнего прекрасно должен понимать мне кажется шок где игрок хотя проверяет пока что болотос смог полетел на пачку не самый наверное лучший девятку надо смотреть открывается на плечко байтит перестрелка не получается открывается слишком широко и первый для сампи но смогли все-таки выгрузить наконец-таки поработали на ура но смог не попал одно нажатие одно движение одна любовь один клик один x-bet с почином коллектив сампи первый в копилке можно работать дальше правда сейчас нет того же калаша у адэджеса будет играть с формилкой форси кстати прикупил себе снайперскую винтовку был первый контакт но не смог реализовать свою идею такой очень быстрый стиль повсюду нас перестрелки пытаются ребята зацепить друг друга пока расходится как море корабли 55 ситуация вот начали контролировать болото синерс открываться под флешку проверяет позиции в упоре кого не обнаружил в любом случае понимание есть что данная позиция контролируется атака и знаешь сейчас пока ребята играют у нас опять же раунд за два мне кажется это проклятие в алфа именно в экономике как-то они и рассчитали непонятно сампи вы вроде бы и выиграли в раунд денег нет синерс вроде 7 раундов подряд тащили денег тоже нету как это работает я до сих пор не понимаю на самом-то деле как вообще по счету экономики зетка дал два фрага на монстре так это в минус по бистику тагет правда красный а вот гвардиан идет у нас через трубы чтобы подобрать как-то пачку как ее забрать да непонятно потому что там кей у нас настреливается и остается остается гвардин тоже скажем так уже на сэйвин даже наверное 30 секунд времени запачки нету смысла первая половина за синерсами так вот как поработать над экономикой чтобы это выглядело как-то более стабильно я вот я не понимаю вот на самом деле 70 денег нет взяли первый денег нет как это работает вот я не знаю может быть там экономисты может как-то к этому моменту знаешь подходил отдельно там подсчитывал как и как это вообще поменять может луз бонусы больше добавить может как-то за фраги больше врагов да ну именно денег дать нет у меня это честно идей как это пофиксить наверное раньше же вообще другая экономика была какой-то момент я немножко поменяли пытались как-то все это выровнять но все равно порой вот так вот коллективы проседают особенно если ты кое-как берешь раунд душа в теле знаешь там один в один вытащил и ты в любом случае должен закупаться потому что ты победил в раунде но у тебя просто нет денег и мы видим сейчас сам перед оказались такой ситуации раунде под номером 10 у них два калаша пару так найнов и дегл по минимуму гранат отправляются на детскую площадку есть один игрок в андере ну и том кей тренер полетел на кураже сразу же биться за длину шок был поблизости вот такие вот парные выпады синерс работают на ура при том что снайперская винтовка также была поблизости порси забирает гвардия остается последний тагет и мне вот понравилось сообщение от парнишки монти там не вижу дальше ник плюс 150 долларов просто за раунд добавлять то есть получается если ты побеждаешь у тебя сверху бонус равно за то что ты победил еще просто по 150 сверху получается или каждый раунд еще по 150 получается если ты выиграл этот раунд 150 следующий ты выиграешь это уже плюс 300 и ну к дополнительному бонусу да я так понимаю но как идея наверное интересно надо как-то с этим сквалф обращаться потому что выглядит выглядит пока что как по мне иногда как-то не балансно вообще с экономикой 9-1 пауза прожимается сейчас у нас ребята и сампи опять же задумываются что предпринять это еще раз напомню это их пик и смотрится парни пока что как-то провально да не темная лошадка дома от них ничего не рассчитывали плюс все равно против вас играть тренер тренер это пора задуматься тренер не сидел там 12 часов и просто тренировала им нет нет он просто помогала пацанам в какой-то практике подготавливал тренировки там тактики и все и воду иногда подносил может быть с полотенцем и делал как делаю час три разных там плюс мораль массажик такой плеч чтобы успокоились и заводил именно команду сам вообще я бы ввел такую знаешь прям это была традиция не тоже традиция по дефолту чтобы тренера реально играли потому что сколько раз команды обжигались когда на какой-нибудь мейджор да кто-то не может ехать и у тебя садится там зоник или еще кто-нибудь ну ты играешь грубо говоря там четыре с половиной против пятерых при всем уважении к зонику поэтому если тренера будут играющие который может резко заменить игрока мне кажется это прям огромный пуст команде куда было бы шикарно так у нас 911 раунд на табло как раз таки мэдис у нас на фонтане на саван-аван захолдился и пошли уже ну очень медленные раунды гвардин приобретает себе от она вот она моя рыба мечты вот она просто гвардиан cvp наконец-таки я этого дождался я хочу за ним побольше понаблюдать посмотреть на движение может быть что-то поменялось потому что первый один с раундов он бегал на калаше сейчас вернулся к своей излюбленной палочки выручалочки парни за 40 секунд до конца пытаются наверно выйти под базу б скорее всего 2 на монстре пока что нашли том кем на спину находит первый враг у нас тагет не спалился зетка но его расстреляли с труп выходили у нас на болото саван-аван со своим тиммейтом шок за колонной 3 в 5 бистик со спины и сейчас видит первого но лучше бы не стрелять второго бы дождался ладно пытались развернуться тут ребята из сампи кстати так и есть через эндеграунд поднимаются бистик готов ли к сражению слышать звуки да ладно еще и по второму накалил саван-аван остается красным мэтис уже на картинке и слышит ли он хэдшот да слышал хэдшот пробегающего именно со стерса в форсе отваливается последний шок и пауза пошла как мне кажется на пользу эта бомба добегает бомба устанавливается это радует шок где-то очень далеко с андеграунда и по деньгам то 3 950 200 у том кей я бистик 4 850 зетка 2900 луз бонус там получится 1400 вроде как закупится но опять же раунд на 2 получится но еще и совет шок а в п это радует и радует что сами после поставленной паузы сразу нам показали заготовлены какой-то раунд или может быть знаешь подловили на ошибках z конечно скорее всего подловили плюсом кей там спиной стоял наверное как-то не рассчитывал он на такие вот маневры да тут как по мне сам пить чуточку повезло в некоторых моментах но в любом случае победителя не судят второй раунд для ребят будет сейчас оружейный для синерс но как ты правильно подметил на последние деньги и скорее всего за 2 нужно может быть что-то перестроить где-то как-то форси сыграть неожиданно андер раз вылигать у него не получалось и знаешь вот мне кажется что бистик поторопился с первым килом мог пропустить больше и потом забрать больше пропустил бы пару спин как минимум там три фрага или даже если гвардина отпустил да пускай идет 20 граунда выбегать эту спину замыкаешь остается остаешься в живых ну конечно да и так два фрага дал этого оказалось маловато смотрим алик у нас на центре карты причем он там не один листик поблизости всегда готов помочь своему тиммейту двойкой работают цемпи очень медленно так вывезли через андер вторыми таймингами савана ван создает видимость присутствие под точкой b там кстати есть один игрок в упоре это мэтис будет исполнять роль люркера а его команда отправляется занимать центр карты вариант от движения через длину то что мы можем увидеть ближайшие 10-15 секунд распикивается центр нас двойки работает в паре на кумбе перетягивается форси чтобы собрать информацию по длине и ровно минута цемпи нужно что-то придумать нашифровать для исполнения бомба кстати лежит оставили возможность перетяжки по точку b мне кажется сам пи нашли свою золотую середину нашли именно вот этот промежуток в таймингах где они могут не подставляться где они могут прекрасно расхолдиться проползти поближе и потом уже раскинуть любой из сайтов бистик находится слишком агрессивно позиция фенгал но савана ван моментально сбривает и гвардина уже на ноже просто раскручивать себя форси смещается к сумму и готов за дефолта сейчас гвардина не попадает флика не хватило гвардин у нас разменчики есть хорошо сыграна том кейтом кейна хватило только на два фрага зетка и шок последние 23 ну тут начинаются проблемы то есть синерс и взяв у нас сколько там 7080 9192 сейчас 93 денег нету это 9495 даже может быть луз бонус то маленький и первая половина окажется близкая даже для тех же сампи на своем на своей карте парни могут еще и вернуться и дать себе второе дыхание я думаю что тот же гвардин перейдя за защиту начнет уже играть поинтереснее я смотрю значит он как молодой себя чувствует он взял на ноже бежит такой агрессивно это куда вы меня списали со счетов да про что вы говорите про какие-то проблемы какие-то такая там допустим какой-то стану что то такого просто идет первым номером постоянно везде распикивать 9 3 денег у синерсов ну просто нету тут надо делать экономически 2400 луз бонус только в следующем раунде что-то появится эх эх саванован шикарно дал конечно и гвардин начал с калаша отыгрывать хорошо но том кейна 90 смог конечно дать два фрага мне казалось и на 3 сможет себя раскрутить не получилось ну и тут как-то прям чересчур парни самоуверенного пошли диффузить бомбу я без накаби всего один сел где будет другой пытается его прикрыть ну и пистолеты теперь от синерсов если пэшка есть деглы шок на пусте моментально все начали все контролить под собрались говорят ну пацаны наша карта надо как-то взять волю в кулак и просто развалить этих синерсов 45 смотрим смотрим ситуация разменчики мать из уже второй килл находит под точкой б бистик вынужден открываться и дуэль против отеджеса преимущество здесь явно у игроков сандера в паре тагет забирает пистика зетку и форси вдвоем у одного дигал на руках вторую пистолетом сливить себе на снайперскую винтовку гвардиан орудует на центре карты и у него все неплохо складывается в этой позиции 9 4 2 350 думаю что будут деньги единственная без авика раунд следующий для синерс ну что нашли последнего до нашли 9 4 4 300 4 650 тонкий в теории может купить себе алик без армора если он еще и снайпер так это вообще хороший бонус тренер снайпер там капитан психолог кто он там еще допустим заставляет знаешь такой чисто ингейм лидер который заставляет еще не только что-то делать всем условия ставит типа ты должен так я так ну получается не не покупает томки у нас пока что с м41 с есть у него конечно и 9 фрагов то есть он не отличается ничем от среднестатистического игрока который у нас находится на сервере обычно тренера греско проседают там бывает у них статистика 05 07 потом только один фраг это еле-еле душа в теле тонкий еще показывает нам баги именно с текстурами вы получил от этого от мэти сам 45 опять же большинство для сампи бистик делает у нас такой сетапчик душевых со своим тиммейтом вот только не понял кто там с ним форси я так понимаю да это форси тут один на ведре стоит другой при если что прикрывает пытаются как-то в размин если что для себя выйти 4 в 5 продолжения нету сам пи сделали фраг сразу захолдились это самое важное не торопится потому что симмерс изначально первые там раундов 10 навязывали агрессивный стиль в защите постоянно где-то пытались пикнуть ну и сампи начали контролить а вот зетка начал поджимать у нас монстр под смог пытается что-то тут вычислять а то три игрока ну ладно вот и заберешь а дальше что дальше ничего ты даже одного не забрал 354 нормально нормально цифра и ёжик в тумане форси есть контакт под туалетом гвардиан нужно сейчас здесь как-то выжить нельзя ему просто так отдаваться равная ситуация шок пока отвечает за точку б закрывается за цемент должен прилететь сюда смог хотя смог полетел в дефолт и очень важный минус был сейчас от форси могут не дочекать шока и он спокойно забирает оставшихся игроков сампи на отходе забирает последнего 10 4 на последний раунд у синерс денег не так много это по массе китбс без второго армора то мы что его все это смог 9 когда шок сейчас горел мне сразу флэшбэки из прошлого когда олаф мейстер горел и диффузел бомбу и за это ему дали граффити вот посмотри вот этот момент вот реально горит стреляет и пытается еще уйти ускользнуть не получается красавчик красиво последний раунд первой половины в рамках карты the overpass огневая мощь здесь на стороне с ампи и снова качают по нескольким направлениям контроля точку б большинством работают через центр карты есть игрок в андре песик здесь позиция чекает принимающих выходящих через длину мешок собирает информацию по монстру минута 20 действует через центр так но опять же халды бистик у нас за фонарем находится пошла перестрелочка м к саленсер должна гвардия на сейчас забирать так и есть какую-то очередь устроили тут друг друга толкаются ребята кто последний говорит у нас на выход с андеграунда я последнюю тогда я буду за вами хотя я перегнал я только спросить называется и летес как раз таки который выходил первый с андеграунда забрал бистик а хорошо разменялся 44 но остался красным готовится у нас раскидка а плента на 40 секунд времени форси не сидится на месте пошел выбивать а тут пачка ее ставили одну да ладно мужики это вы чё он и я раскидываю с бомбы почему у меня вообще бомбы и как это вообще так произошло так это возвращаться на перестрелку решил забрать и отомстить но еще и форси забирает у нас мать и со 32 савана ван стади там остается последние 20 секунд времени куда выходить смог на команде там под себя скорее все том кей кинул неудачная граната от саван иван может кстати сыграть на руку именно игрокам синерс 10-4 и последний раунд первой половине тут в любом случае не ставить пачку или убивать всех но 10 секунд остается тумки выходит и что все время кончается пачка лежит 45 11 4 ладно первая половина за синерсами да хорошая работа в какой-то момент казалось что можно и 13 раунда взять но все же четверочку сам и зацепили мать Добратно, program! ДИЛЕЙ! ПЛЕНТУЙ ДИСКО! Он сейчас на бум. Но ты посмотришь, что я достал меня до Windows이야. Ты посмотришь, что ты. Так можешь меня двигать? Я хочу видеть меня на шорт. Иди ровно, и ещё раз в этой ряде. Ряди правая, и ещё раз врать, так Car you can't play. Ну так скажи, что в плант, он плантывает на Козыр. С классу и. Ви, ви, ви. Я же прямτα, сильный. Скорабелька, шеверка. Пола, еще, еще, еще. Силей, сильный. я не знаю что тут ты я 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 мы это то есть вообще пофиг по барабану что это видосы просто что это для веселья ну красавчик красавчик не понравилось везде на full фокусе понимаешь ей задача нужно побеждать не любит проигрывать горит даже на контенте какие те впечатления первой половины впечатления хорошая музыка хорошая все мне нравится счет прекрасный 14 я знаю что хотел у тебя спросить у тебя там как раз вопрос задавали дай нам общее задавали пока есть время спросили комментаторы вы играли на профессиональном уровне там что-то в этом роде я там не успел где-то уже потерял это даже сообщение рассказывай опять же мне ты рассказывал лично мы как-то с тобой сидели общались теперь людям просвети их где и чем и какое время и в какую игру только не обманывай мы уже сегодня определили что год назад ты еще играл в контр-страк потому что ancient to god и ты даже еще играл ты говорил заходили на ancient по работе нужно было поэтому говори что хотя бы уже три месяца назад только не заходил в контру ну что я тебя сдам ой сложная тема понимаешь то что было 10 лет назад тяжело было назвать каким-то профессиональным киберспортом еще что-то не было таких призовых в то время да я катался очень много всяких разных городов долетел туда до каких-то прям грандиозных результатов не было все на том уровне там квоты играет asus но профи в москве мы только выиграли там 90 команд и после этого нас должны были подписать организации бегали а так в основном асус и на вцг там один раз финале играли против досье фокса в уфе был тоже отборы по моему на какой-то asus ну что-то такое второе место в самаре фото за asus 3 вцг екатеринбург то есть вот так раньше это было так мы ездили играли закупки за грамоты но и какой-то там бонус виде путевки в москву или там 20 30 50 60 тысяч не больше уже в кс гоу нет конечно уже было возрастной поэтому играл в основном только для себя на стримах то пробовал просто собрать команды но молодежь такая недисциплинированная просто сгорел 1 5 и все наверно один результат нет конечно мы за 2000 километров от москвы жили те времена там в 16 зарплаты были наверное только у каких-нибудь виртуз про по 30 40 тысяч рублей в месяц за радость поэтому все своими сил это на то время было много или я просто на то время 30 тысяч до это было хорошо это было хорошо нормально конечно не как сейчас зарплату тех же navi и так далее но все же но тогда только зарождался киберспорт поэтому 30 40 тысяч за то что в 16 пилишь и еще особо не делаешь мы и тебе еще девайсы подгоняют и какие-то мини-буд кемпы там раньше квартиры снимали ну и сейчас конечно квартиры снимают но раньше это смотрелось как-то знаешь я не знаю даже как это объяснить будто наверно что-то развивающийся или только зарождающийся хотя на самом-то деле уже и призовые были большие там по 100 тысяч долларов в то время что вы вроде были по 100 тысяч долларов или десятка только десятка это я перепутал 10 тысяч только тогда ходила 10 40 что-то такого может быть на в циге было 100 может быть если не ошибаюсь раньше это совсем другая история была сейчас киберспортсмены это чуть ли не звезды ну что смотрим второй пистолетный раунд в защите у нас смп гвардия на центре агрессивный выпад прощает здесь его коллектив синерс занимают центр отжали позицию и отправляются через длину временем гвардиан стягивается на картинку будет собирать инфу по данному направлению бомба пока через длину действует как вариант через те же туалеты и андер можно сместиться под б если ребята захотят вроде как двигаются целенаправленно по точку а ну что готовы гвардиан тут пока на пропрыжки работает у нас проверяет все полностью как-то сближается а там уже засады на ланге причем парни прокрались так слева находятся если гвардиан словит для себя той анти тайминг то в любой момент там парни просто будут сырвать эти борщи и будут заходить и ставить бомбу ну что происходит у нас бистик раскидывает просто бы плен прилетает молик на бочки сразу потушился бистик еще и светошумовая гвардиан был единственным на а сайте кстати он просто отдает эту точку а теперь решил выйти за камаз ну мне кажется хана ему условия по-быстренькому в лицо так и есть зетка перестреливает гвардиана зетка находится у нас в банке 45 зетка хоть и пострадал но главное что живой бомбы на дефолт теперь проблемка будет пройти вот этих ближних которые находятся именно с глоками шок на камазе вот это сейчас будет серьезно выбивание 3 с банка даже такое удивить врывается на широком салона вам этим это прикрывает опять же зарубы на одном квадратном метре шок на команде таки остался к вам два шок стрельба пошла все-таки вот таки ту последний остается у нас адэдис и что мне кажется 12 для симмерсов а тут 12 для симмерсов пистик во время со спины обошел из первого патрона кстати попал 12 4 заварушку устроили по точка рискованные позиции пошли в упор в банк но все же вовремя ворвался по моему по моему сейчас скажу форси до форси дал два важных кила адэджис конечно ответил два в один потом на ребята справились если у тебя еще нет игрового кресла или ты решил обновить свой монитор не спеши бежать в магазин специальный розыгрыш от 1xbet как раз то что тебе нужно переходи по баннеру по трансляции подписывайся на телеграм-канал 1xbet x sports и достойные призы сами прыгнут тебе в карман среди них кресло dx racers монитор 244 герц мы шла gtech pro x новые скины и много куча я бы сказал промо баллов на твой счет влетаем в раунд который под номером 17 кстати ответные форции уже неплохо так стартанули сам пи забрали зетка и вот такие ситуации очень сложно как по мне развиваются именно атаки когда они теряют игрока когда они понимают что там не самые лучшие девайсы начинается какой-то ступор начинается волнение как бы не ошибиться ой мы сейчас можем проиграть раунд такое давление как по мне тоже начинает давить на коллективы мне еще понравилось что позыв карман со скаута попали он прекрасно понимал что его будут уже как бы загонять в угол и он просто избавляется от калаша чтобы не добавил не достался он игрокам защиты вот и показывают как раз таки калаш выкинул реально миллион айкью это хорошо было сыграно 30 секунд времени начинается у нас выход от а плент савана ванна находится на свате пока что просто пропрыжка скауты будут в деле шок ждет какой-то раскидки ну можно отзонить вот эти скауты просто их загнать ближе скажем так на хелпу и выйти просто на калашах проверяя с галилами именно в руках проверять 90 но на банк смока нету длина решили перестрелку ох как-то так же ладно еще забрал второго и остается последний у нас форси 1 в 2 10 секунд времени надо ставить наверно до конца так открывается прострелы полетели попадание было ну не смертельное и несерьезное форси 1-2 против мэтица и тагета первого задетектил так бомбы на дефолте диффуз китов нет он должен прекрасно понимать чтобы уйти как-то на дугу на клубе сейчас находится у нас форси а я я как же опасно становится и все наверное схватились за полотенце потому что потеет именно вместе с порси форси сейчас 120 пузов нету решил пикнуть первым номером так забрал 1 там соскал там 2 видел что не дефузит надо немного потянуть времени диффуза есть оказывается диффуза то есть у кого не были я не понял у кого не были я не заметил в этом раунде ни у кого дефузов вот такой вот прикол д с сюрприз говорит игрок сам пи и раунд уходит в копилку ребята славать так вот отвечают ну бомба стояла посмотрим сейчас на экономику синерс порсия думаю сам был неприятно удивлен той ситуации которая произошла там возможно еще и в тимспике у него нет китов у него нет китов тени время все все мы выиграли но нет сюрприз говорит игрок защиты от нашего партнера 1x bet 138 на коллектив синерс и там что-то около трех и поларин и наверно 304 на сэмпе до 304 дают на сэмпе хотя казалось бы они сейчас выиграли force но все равно не верят в них ну ладно закупились опять же тут синерс и force на force будут отыгрывать два калаша плюс 3 дегла есть раскидка и опять же пошли у нас мучительные такие раунды а стопы ага это у нас бэкап получается все теперь я понял у нас будет бэкап кто-то подвис или какая-то техническая пауза произошла непонятно на самом деле чтоб такого произошло серьезного ну будем короче женька пока у нас пауза задаю тебе вопросы из чатика насколько женька ты комментируешь подстава это ты наверно попросил задать такой вопрос не в чате никого не знаю вообще никого это люди накрученные скорее всего не это наши друзья на самом-то деле ну просто вот задают тебе ребята с чата отвечай только серьезно на самом деле наверно пару лет но я никогда не думал что буду комментатором я играл стримил но вот мой лучший друг злоба да может быть как-то попадал на его трансляции в какой-то момент он загорелся стать комментатором мы вдвоем с магнитогорска и 2 получается наверно уже два даже три скоро года будет как он переехал в киров от юси си ему понравилось он комментировал и все время пытался видимо ему скучно здесь жилось хотелось друга чтобы было там с кем-то увидеться побалдеть да и он меня все предлагал предлагал давай попробуешь комментировать я так чисто по фанчик у комментируем разные турниры там от одного портала по типу фейси ты знаешь может быть должен ты знать из портал назывался так роюту реки по выходным на релаксе пробовал комментировать и прошлом нет уже позапрошлом году в сентябре я плотно стримил поехал отдыхать геленджик и как раз таки злоба мне пишет говорит так у нас нужен срочно комментатор хочешь попробовать приезжай я думаю ну почему нет это с другой стороны думаю зачем мне это я не умею разговаривать у меня после бокса отбита голова какие какие комментарии вообще все же решил попробовать и переехал сюда уже полтора года в кирове мужская любовь такая тебе помогла все таки мужчинка помог тебе твой друг это хорошо когда есть такие друзья 25 снимается у нас пауза видимо там кто-то вылетал или что-то произошло но самое важное что по деньгам все то же самое по баю то же самое то есть два калаша на 3 дегла есть фамасы в ответ м41 с ссг-шка и мп-шка синерсы не торопятся опять же расхалдились хотелось бы выиграть для себя 13 но если что дает 6 7 на 7 на 8 наверно только закупится поэтому это уже приближение от сами получается у нас так так смотрим скоплением синерсов на дуге плюс туалеты плюс именно лонг также занимают выбивают постепенненько подходит все ближе и ближе 50 секунд времени савана ванна на сват опять же возвращается чтобы пропрыгивать и почему-то только один опорник я так понимаю или не один опорник это у нас гвардин еще на хэдшоте находился бистик полетели пару флешек на б стянуть на себя внимание том кей работает под смоком бистик сейчас как-то должен развести допустим защиту чтобы еще кто-то стянулся гвардин кстати ведется найти пару флешек гвардин уходит у нас а сайта не обратно вернулся но он наоборот занял камаз это просто тут на карте оверпаса тяжеловато видно это хорошо что стянулся на а сайт потому что пацаны у нас уходят под базу бы и опять же разворот переворот за 20 секунд времени вот это фэйки пошли бистик выходит уже на моторе тагет нашел первого зетка бистик не справляется со стрельбой шоу только сейчас разменялся мэттис нашел шока два в четыре порси выходит на двоих на троих но тут правда уже толпой задушили том кей последний с деглом начинает крутиться раз фраг еще как минимум два нужно второго забрал и про третьего нет информации а и тюбе время закончилось их не хватило немножко хотя бы там секунд пять чтобы он прекрасно понимала что на подъемчике где то там находится последнего визави с ним посражаться нт все равно нт 12 6 до под конец забрал пару девайсов внес неприятную коррективу в экономику сампи вот карта overpass очень сложно сложные на перетяжку ты летишь через андер защита уже там пару секунд и успели стянуться все это прекрасно слышно тайминги поджимали естественно для сампи было все просто это про дело прочитать экономические с дефолтными пистолетами за исключением том кейя который подставил себе дигл со вторым армором это должен быть легчайший седьмой для ребят из словакии а вот дальше будет интересно потому что им также необходимо разживаться по экономике и хотелось бы снайперскую винтовку уже пощупать все-таки камбэка еще длительный мне кажется синерс и что-то знаешь так начухали на себя начухали и поняли именно что надо делать в атаке это радует потому что вот такой двойные качели выкинули а кинули бы потом кинули опять айкинули бы и вышли это сработало просто не хватило немного времени можно сделать немного раньше там буквального за допустим за 40 секунд за 30 хотя бы ладно пока что пистолеты опять же обдумывают паузы не ставят синерс и играют до конца значит есть у них пока что план и они его придерживаются это радует савана ван со своим тиммейтом гвардина находится у нас перед сватом а деджис ждет выпадом немного постреляли показали свое присутствие и сами на шифте ливнули в метро будут скорее всего играть через болото там находится очень близко метис тагет также если что на подстраховочке и если сейчас мы откроется может словить люлей не не так не получается мы эти два фрага дал переворачиваться на монстра сейчас еще 3 заберет 4 но может быть эйсик про последнего информация должна поступать отдайте мы есть на жадничах тонкий это ладно жадина говядина соленый огурец никто тебе не любит никто тебе не местный эйс не отдал я таких не люблю вот честно это значит вот в доте есть как контре ну ты же с пистолетом но понятное дело ты хочешь выбить экономику ну ты ну дай вот этот фраг ну дай его просто дай чтобы был какой-то хайлайт бывают игроки говорят мне 5 не нужен принципиально знаешь не летят сыграет прям железобетонно не срываются сцепи вот сломя голову за пятым полетел двенадцать семь пять раундов преимущества для синерс смогли себе позволить 4 калаша и галил есть по три гранатки практически всех игроков гвардиан пошел в поджим центра карты там уже летит на всех парах его тиммейт до савана ван прогоняют игроков по точку б сейчас у сампи кучи информацию кстати неожиданно решили ворваться через монстр правда зетка понял что здесь одному ничего хорошего не светит минута двадцать пока контроль карты савана ван уже поджимает у нас детскую площадку там на качельках на горочкой катается савана ван наверное ждет выпада кстати стал перед дощечками на это радует возвращается синерс и перезанимать будут фонтан монстр на монстре хотела сказать на андеграунде у нас остается один игрок просто если что там потом спину отрежет или как то так вместе выйдет на шифте едут пока что синерс и и кстати для савана ван это самый неудачный наверно тайминг потому что он пропускает всех и сейчас гвардин будет микрошоке таком типа он прыгает проверяет по итогу все равно увидит троих четырех и скажет а как ты их пропустил едут парни дальше савана ван должен прекрасно понимать что или он пропустил все-таки прошли мимо его или уже под базы бы находится савана ван пошел дальше проверять ты республики стик раскидывает b и говорит всем тиммейтом да вот это раунд гвардин стянулся а тут а алло как дела вообще гвардин как дело теперь именно этот раунд и врываться или нет смоки лежат 55 скорее все будет у нас просто ситуация и будет ритейк хотелось бы глянуть при таком именно количество игроков как это будет выглядеть самое гениальное вообще из того что я видел за последнее время смотрим ритейк 55 бомба установлена гвардин работает через банк есть контакт против зетка не справляется спорте находит минус по деджесу сбрыг от мэттиса есть фраг также от саваны ван 3 в 3 но у том кея неплохая перспективная позиция которую можно реализовывать под смачки пытался мэттис прокраса в сторону кара тут же пришел на поддержку бистик два фрага от тагита что по гранаткам есть коктейль молотова ну и шок открывается прямиком на прицел но времени не хватает бомба будет взрываться не это 13 для коллектива сина вот таких таймингов я наверно сто лет не видел представляешь какие тайминги он проверил то что никто не прошел в эту же секунду пошла раскидка по точку б и гвардиан сорвался укрепление бы сайта в этот момент синер заходят на это просто жесть какая-то чертова дюжина для синерсов да это был раунд очень красивый в исполнении синерсов мне понравилось и как же будут удивлены когда пересмотрят демпу и поймут что был виноват саванован как он пропустил почему не дочекал почему не пошел дальше допустим или другой угол занять чтобы видеть проход ну и гвардии настянули у нас под б-базу пока что с мэти сам занимает у нас болото бистик выходит с андеграундом саванован остается уже в пленте сказали не все братанство и этой информации лучше приступить и нам не нужны больше поджимы нашли пока что зетка 45 мэти состается половинчатым бистик пытается смогли ся там как-то пройти поближе шок у нас на ланге проверка была пропрыжкой но его не заметили подходит все ближе и ближе синерс и можно как-то ворваться побыстрее в теории это может удивить как-то сами потому что по счету они начинают уже немного проседать плюс по деньгам то же самое и раунд но это раунд на игру в данный момент это раунд на игру а даете 14 на 15 также просто нету денег и будете играть с пистолетами с фамосами с имп шками сейчас надо подсобраться и на последний вот эти деньги просто реализовать себя саванован опять же на прыгает x тоже перебегает ну то есть пытается постоянно показываться на двух позициях чтобы приманить как-то больше наверно внимание именно себе а его тиммейт уже с картинки сыграет ну что полетела раскидка 30 секунд времени дефолтные позиции одеджес в упоре один игрок за дефолтом стягивается гвардиан саванован отстреливает шоком гвардиан готов здесь принимать очень просто для него форси последний выживший не отпускает его саванован 13 8 без экономики остаются синер спереди экономический для ребят одно нажатие одно движение одна любовь один клик один x-bet и сразу пауза от сампи синерсы кстати паузами не пользуются одну только поставили тут уже 3 даже идет и показывают пока что скачки по экономике у нас как все происходит вообще но интересно там 38 19 потом туда выше ниже луз бонус 2 400 у синерсов луз бонус у сам 5 1400 что вообще на руках 1800 1950 1200 1400 2100 в следующем раунде если проиграют будут делать эко они сейчас наберут себе немного экономики тут же экономически все понятно теперь что вообще по фрагам том кей 13 на 14 бистик 12 на 13 зетком 13 на 15 форси 23 на 13 шок 19 на 12 жестко сампи мэдис у нас 23 на 16 а деджисом 8 на 18 надо ему включаться иначе просел и проблемы гвардиан 10 на 17 саванован 15 на 16 и таги 12 на 13 то есть один игрок пока немного вывалился с игры это именно деджис и мне кажется его не хватает а так был был бы такой масштабный пол полно даже масштабный камбэк именно от сампи включится даже будет уже даже будут выигрывать у нас сампи посмотрим сейчас будет первый оружейный после экономического именно от синерса показывает нам пока сбор фрагов полетели комбайны гвардин там сразу себе статистику на халтв подравнивает говорит за этот критичек я буду с кд-2 и у нас отыгрывать ну и саван аванс гвардин вообще и секундуем сделали то что поехали 3 как кобра когда ты уже возрастной игрок самая тема именно против экономического собрать себе киллов подфармить статистику чтобы не отставать от своих молодых стрелков смотрим 23 раунд снайперская винтовка у форси все сбережения потратили свои синерс вложили всю душу в этот раунд подставляется савана ван с меньшинства начинается раунд для сэмпи на руках у таги то только mp9 а деджи с галилом и очередной контакт бистик против гардиана не смог посетить свою позицию а я яшенький подловил здесь шок неужели не отпустит в арте на каким-то чудом он там успел спрятаться за стенку парный выпад готовят игроки защиты все-таки гвардиан не ушел сохраняется меньшинство для защиты будут играть втроем проблемы ну главное что экономику чуть-чуть устанули на тагет поджимал у нас с мпш к монстры этого все вы ждал том кей и пока что все сыпется именно на ровном месте от сампи казалось бы и гвардиан там дал размены в метро ну уйти не успел это ладно ладно подумают зато над своим поведением ребятки и сампи потому что синерцы готовы побеждать данные ну я думаю не только карту данное мероприятие вообще на сегодняшний день для них еще даже не торопятся true hard ждут каких-то поджимов проверять пленты там запустили одного на а сайт проверил форси у нас даже с авиком зашел в банк бомба а что это база б да ладно угадывают самбит ну что 15 секунд времени сейчас заложниками стану своего уже таймером форси а куда он хотел убежать на монстр пытался 10 секунд да ладно вы сейчас просто раунд проиграть на ровном месте 6 секунд бомба ай ладно ладно успели я уже даже начал нервничать у меня сердечко так быстро начала колотиться до игроки тоже там в адреналине находились говорят как на а не успеем форси пытался даже на монстр убежать по времени все складывалось конечно неудачно повезло что со спины обошел у нас игрок с а в п идеальном 14 раунд для синерсов по моему сампи остались без ресурсов сейчас непростая ситуация не хотелось бы давать у нас ты есть деньги есть ездить есть деньги да у меня просто немножко картиночка отстает дала снайперская винтовка у гвардиана посмотрим за его действиями дуэль против форси молодой или опытный опыт берет свое теперь уже синерс будут работать вчетвером что тишок не побоялся забрать снайперскую винтовку именно он теперь будет отыгрывать роль снайпера в своей команде бистик работа по андеру зетка на контроле врыва через смоки с монстра темпи снова в паре готовы работать в данной позиции если что открываться парно железетка пойдет флешка залетает неплохо переключается еще и по второму красный отдаётся мэтис сохраняется меньшинство для синерс на центре карты шок все ждет что гвардин наверное пойдет его репикать отправляется на длину тонкий у нас тонкий у нас на болоте да деньги были ребята не просто так подпушивали вот сейчас только закончились у них лавандосик такие смотрят кошелек а проблем не наберешься проиграешь этот уходишь точно на 16 там деглы но если это как-то повезет в теории они заберут на убийстве классно проползать по монстру не зачекали томкей перестрелка пока что против воды а тут бистик просто на нежданчике выползает такой опана гвардин как дела у тебя вообще еще хаешка полетела на подъемчик том кейм начинает сплететь вместе перестреливает пока что деджиса мне и остаются два последних игрока это мэтис и савана савана ван савана ван двигаться со своим тиммейтом мэтис промахивается и остается 13 савана ван спрейт по первому даже тут растерялся и не хватило наверное это сцепление с дорогой что ли чтобы спрейт до конца до контролить 15 9 это маппоинт для синерсов на вражеском пике а дальше ancient а там дальше может быть сложнее эх дальше инферно а инферно выбор сина точно же 3 я думаю что ребятки также умеют играть дефолтную карту может быть подготовили эту карту тоже понимаю вообще что вы играете против синерс до их козырь в рукаве возможно последний раунд в рамках оверпаса скаут плюс деглы коллектива сэмпи у таги the five seven по гранаткам всего лишь 7 на коллектив и ты есть у таги то начинают аккуратно занимать зоны синерс и гвардин узнаешь такую реально фпл игрок который не боится хладнокровно пикать какие-то позиции такие непростые с одной стороны и даже вспомнить если второй раунд он реально играл вот на какой-то дикой уверенности когда распикивал ту же тугу мне кажется это не работает на руку именно гвардину там или вообще коллективчику сэмпи потому что вы проигрываете коллективу именно сплоченному даже с тренером это вот это уровень подготовки как по мне а эти сольные пики ну гвардин так чисто себя немного вернуть в эту стихию именно контр-страйка хочет наверно так получается попытаться что-то показать чтобы его заметили потому что и больше фрагов он сделал на экономическом там один фраг если там в неграунде ему давали сделать и он ливнуть даже не успевал ну и сейчас там дал open фраг шок ответ на плюну пасавана пасавана ван идеально получилось стягивать на себя еще одного игрока дефонса гвардин у нас возле банка пошла перестрелка дэджис против шока гвардин по второму давай ляп-ляп не получилось все это полетела мимо тагет находился на стенке не за это выходит проверяет зетка должен был 2 забирать но не повел не повезло пострелять два в два бистик читается ли возле колонны нет никак остается последний у нас одежи со скаутом и уже в форсе и это 16 9 победа победа наверно победа для синерсов очень важная у меня уже темнота наступила дай мне своего света у тебя там солнце песок просто весь свет включил который возможно было под конец вроде как начали что-то показывать сампи но такой кисленький до старт когда ребята летели на своей карте 19 естественно этого но это сыграло по итогу очень мало взяли за первую половину поэтому нас синерс вырывают пик оппонента отправляется на счет 10 и после паузы будут играть уже собственную карту инферно а и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok